Продолжаем нашу ежедневную учебу по теме признаки последнего времени. И сегодня я хочу поговорить из первого послания фессалоникийцам 5 главы про дополнительный знак, который был дан 2000 лет назад, который указывает на период, в который мы живем сегодня. Там говорится про то, что перед тем, как будет большой кризис и Третья мировая война, со всеми вещами, которые указаны в Писаниях, прежде чем все это произойдет, будет время, когда люди будут говорить о мире и будут думать о мире и будут не готовы, не будут подготовлены к новой войне. И мы находимся сейчас вот в этой действительности. Если мы сегодня посмотрим на наш мир, мы об этом поговорим. Но прежде всего пророческое слово это 2-3 стих 1 фессалоникийцам 5 главы. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющему в очреве и не избегнут». Дух Святой говорит через апостола Павла про то, что день Господень, день Господень, который придет, он придет как вор, то есть он придет неожиданно. Люди не знают, когда планируют вор прийти в их дом. И таким же образом день Господень, он придет подобно вору. День Господень, он указывается в Слове Божьем, например, как в книге пророка Иоэля 2 главе, там говорится про суд. Иоэль 2 глава с 1 по 3 стих. Иоэль 2 глава с 1 по 3 стихи. «Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря, распространяется по горам народ, многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него опустошенная степь, и никому не будет спасения от него». Итак, вот этот день войны, огромная армия, это день тьмы, день облачный. И когда все живущие на земле, они потрясены, они находятся в страхе, когда зеленая земля, которая выглядит как Эдемский сад перед вот этой войной, она превращается в опустошенное место, сожженное место. И это происходит после этой войны. Это результаты вот этой войны. Возможно, что это будет атомная война, которая уничтожает и сжигает все. Итак, когда он говорит про день Господень, который придет как вор, потому что Бог до сих пор ожидает и дает возможность людям покаяться. Посмотрите, Слово Божие, оно открывает нам много пророчеств, которые исполняются в наше время. Когда мы живем здесь, в Израиле, огромное пророчество, которое говорит про вот эту тему, это собрание народа Израиля назад, это восстановление государства Израиль. И мы живем среди вот этого чуда. Так много лет живем. И это чудо. И с моей стороны, если бы это было единственное чудо, для меня это было бы доказательство того, что Слово Божие, оно верное. Как можно было знать за многие тысячи лет, говорить про те вещи, которые исполняются в наше время. И это в точности исполняется сегодня. Итак, Слово Божие, оно верное. И также вот этот вот суд Дня Господня, он также придет. Почему Бог ожидает? Потому что он дает еще возможность людям покаяться. Так было перед потопом. Бог дал сто лет, примерно это период, когда Ной строил ковчег. Он дал им возможность услышать Ноя, который говорил, что придет сюда потоп, вы грешите, покайтесь. Это то, что он говорил. Он был праведник, а они жили в грехе. И они не готовы были его слушать. И они продолжали делать, и пришел потоп. Или Содом и Гамора. Когда Господь ожидал, ожидал, выожидал до момента, когда в нем не осталось даже десяти праведников, и Бог посылает своих ангелов для того, чтобы вывести оттуда Лота вместе с его семьей, с теми, кто были готовы присоединиться к нему. Но его зятья подумали, что он шутит, что ты нам рассказываешь. Ты шутишь? Какой огонь? О чем ты говоришь? Так и сегодня. Пойти попробуй сказать людям, что Слово Божие верно, пророчество верное. Придет сюда война Гог и Могог. И многие другие вещи. Многие вещи, которые объяснены здесь. А, это глупости. Это книга сказок разных рассказов. Разные-разные вещи. Это удивительная книга, но это не Слово Божие. Короче говоря, это ситуация сегодня. У кого есть уши, да услышит. И приготовит себя. И приготовит себя. Это не означает, сколько ты запасов продуктов спрятал в каком-то, может быть, бункере. Но это приготовит свое сердце перед Господом. Потому что это ключ. Бог живой. Бог реальный. Бог, который желает отношений, любви с нами. Это не Бог, который дал миллионы разных заповедей, разных ограничений. Да, есть ограничения, которые Он сказал для нас. Потому что Он любит нас, и мы их сохраняем. Но не все те вещи, которые добавили разные люди, которые Бог и не требовал. И так, таким образом ты можешь приготовить себя. Когда ты приготавливаешься, приближаешься. Когда ты открываешь свое сердце. Когда ты возвращаешься в отношения с Ним. В любом случае это придет. И это придет как вор. Со всем судом. Со всем описанием. С природными катаклизмами, которые произойдут. Но здесь мы переходим в третий стих. Когда будут говорить мир и безопасность. Внезапно постигнет их пагуба. То есть люди будут жить в таком вот состоянии, что мир, безопасность. У нас есть футбол. У нас есть Евровидение. Следующий отпуск. Мы поедем на Карибы. Мы хотим новую машину. Хотим улучшить карьеру. Хотим новую степень. И может быть развлечения. Это то, что люди ищут для себя. Каждый. И никто не хочет войну. Все хотят мира. Достаточно было войны. Никто не хочет войны. Мир, 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 мир. Но в тот мир, когда говорят мир и безопасность, тогда это придет. И тогда уже не будет возвращения из этого. Это невозможно сказать. Давайте остановимся. Давайте мы пойдем на компромиссы. Давайте мы сейчас политикой займемся. Это подобная женщина, у которой приходят вот эти родовые муки, схватки. И уже нет у нее возвращения. Она только продолжает движение в сторону родов. И это напоминает мне пророчество, которое было дано через пожилую женщину в 1968 году. Она была верующая. И она сказала четыре вещи, которые должны были исполниться. Это пророчество, которое она получила от Господа. Четыре вещи, которые мы видим, что они исполняются. Мы сегодня находимся на четвертом шаге. Это перед вот этой вот большой войной. Посмотрите, что она говорит. Прежде всего, еще в тот период, когда она жила в мир, который был после Второй мировой войны, когда разработали атомное оружие Советский Союз и Америка, и когда была опасность Третьей мировой войны, и было очень большое напряжение, холодная война, и к этому все готовились. И она пришла и сказала, что придет время мира, когда будет мир. Это спокойное время. И это действительно исполнилось. Когда упал железный занавес, когда прекратил существование Советский Союз. Но второй шаг ее пророчества – это то, что было сказано, что начнется изменение, начнется охлаждение в собраниях, в тех людях, которые верят в Бога. Там начнется охлаждение, начнется компромисс, начнет вхождение посторонних вещей, которые мы не находим в Священном Писании. И она объясняет, что люди будут гнаться за славою, за тем, чтобы впечатлить других. Большие собрания и разные-разные пути, как можно впечатлить других людей, будут стремиться к материальным вещам. И действительно, сегодня в большом христианском мире сколько сегодня гонится за деньгами, за богатством, за материализмом. И собрания, в которых когда-то проповедовали Слово Божие и молились, и когда призывали людей к святой жизни, все это будет изменяться в некое такое культуру, в некое такое развлечение, вместо того призыва, который есть от Слова Божьего и Духа Святого. Это то, что должно произойти в верующем мире, в христианском мире, в тех, среди тех, кто верит в Бога. И это произошло. И сегодня это приводит к падению многих. Многие верующие, они прекратили идти, следующее поколение, оно уже не продолжает идти. И тогда есть третий шаг, это когда падение, нравственное падение, о котором она говорила. И она описывает, что будет очень много телевизионных каналов, подобно тому, как много было каналов на радио. В тот период был только один канал, когда она была в ее стране, это было в Норвегии. И она говорила, что будет много каналов, и люди, они будут переключать, переходить с канала на канал, они будут видеть разные негодные вещи, это насилие, это разврат, это вещи, которые будут происходить, и это все будет считаться приемлемым, это будет нравственное падение, и оно приведет к насилиям на улицах, до того, что люди не будут чувствовать себя уверенно, ходить в определенных городах. И все это произошло. Я вспоминаю наставника из общины, где я возрастал, он был из Болгарии, он рассказывал, что если был случай убийства, то все новости писали об этом, это была сенсация, что убили кого-то. Сегодня сколько случаев убийства есть, сколько есть насилия, сколько есть нападений, и просто все это становится обыденностью, это страшно. И она говорит про нравственное падение, и это сегодня произошло, это вещи, которые когда-то, она просто, она говорила об этом, сегодня мы видим это в парадах гордости и так далее. И дальше она описывает четвертый шаг, и это будет переход, это будут беженцы со стран третьего мира, которые придут в развитые страны. И это приведет к изменению, изменению западного мира. и все это происходит, и это произойдет, все это к тому, к пику насилия, и все это приведет к следующей войне, к третьей мировой войне. То, что Иоанна видела. Можно относиться к этому серьезно, потому что это пророчество, которое исполняется, это пример пророчества, истинного пророчества. Есть пророчество, до сих пор это существует, это было, и это для нас пример. Итак, что мы можем, как мы можем подвести итог всей этой истории, это то, что мы живем в период, когда говорится про мир, когда есть Европа, Соединенные Штаты, Никто не говорит про Третью мировую войну. Если сегодня есть какие-то проблемы, это очень что-то короткое. Обычно очень мало служат в армии, не так, как в Израиле три года. Вместе с этим мы видим вот этот вот признак, знак, как он исполняется в наше время. И да поможет нам Господь быть готовыми сближаться с Господом, быть готовыми, когда все это исполнится. Чтобы мы стояли на скале нашей веры. Небесный Отец, Иисус Христос. Я желаю всем вам хорошего дня. Если у �ашей верусь, Продолжение следует...